Многие люди считают, что русские люди пьяницы. Существует такой стереотип, что у нас много людей, которые имеют алкогольную зависимость, и так было всегда. И в нашем музее мы как раз-таки хотим показать, что на самом деле люди пили культурно, и культура питья была развита. То есть люди старались пить красиво, изысканно, они не напивались. Петр Первый пытался бороться с пьянством, и он придумывал для людей различные наказания. И вот было такое вот интересное наказание — это медаль за пьянство. Ее вешали пьяницам на шею на неделю. Весила она довольно много, около 7 килограммов, и снять ее было никак нельзя. Но зато по истечении этого срока люди могли прийти в питейные заведения, показать синяки на своей шее и получить в итоге бесплатную выпивку. И как раз, возможно, благодаря этому наказанию появился вот такой вот наш знаменитый русский жест, когда мы приглашаем кого-то выпить. Белуга Эпикюр создана в сотрудничестве с французским ювелирным брендом «Лолик» и стоит она 515 тысяч рублей. И неспроста такая цена. Бренд «Лолик» очень известен. Он делал издавна изделия из хрусталя для королевских семей. Бренд «Лолик» Водки представлены в нашем ресторане. Они производятся по всей территории России. И поскольку ресторан наш очень популярен среди не только иностранцев, но и гостей нашего города, жителей нашей страны, то гости, приезжая к нам в ресторан, зачастую выбирают именно те напитки, которые производятся на территории, где они проживают. А то, что музей, в принципе, мы, наверное, той советской эпохи, и, наверное, нам очень много чего интересно здесь увидеть. Мы еще, конечно, были маленькие, но говорили, что рубль хватало как раз на бутылку водки и выпить, и на сыр плавленый. Поэтому вот почему там лежит и рубль, и когда ты это видишь, все-таки ассоциация, будем так говорить, не с потреблением спиртного, а наше детство. Я сама живу в Петербурге, но никогда не было интересно, конечно, посмотреть, что может предложить музей такого напитка. Здесь, на территории нашей страны.